здравствуйте дорогие друзья подписчики и гости канала те кто знаком со мной с инстаграма знают что в моей истории выращивания морковок есть момент получения семян с морковок и их посева решила все это объединить в одном видео даже не видео слайд-шоу поскольку я не снимала видеофайлы про посев и про дальнейшее извлечение сеянцев дело только фотографии поэтому слайд-шоу с моими комментариями на тему получения семян морковок в домашних условиях и их посев на фото родители моих семян катасетум соломон эскаквик и катасетум пилиабросум грин грин бат началось все с того что в 2020 году катасетум соломон эскаквик на первое цветение выдал мне женские цветы это было очень удивительно потому что условия у меня по освещенности для морковок не идеальные совсем не идеальные солнца мало как ни крути но катасетум решил иначе и выдал мне три женских цветка естественно я не могла не воспользоваться таким подарком судьбы тем более одновременно с ним цвел катасетум пилиабросум грин грин бат и я их опылила потому что нельзя было по-другому неизвестно когда появятся ли у меня еще женские цветы поэтому опыление было произвести необходимо опылять несложно полине отстреливается легко его также легко поймать на пинцет после этого полине помещается четко видное отверстие в женском цветке после того как полине помещен в это отверстие отверстие затягивается какой субстанции типа воска что ли то есть какой-то такой клейкой прозрачной липкой то есть отверстие полностью как как бы герметизируется и после этого цветок достаточно быстро после произведенного опыления начинает увядать и также быстро начинает из увядшего цветка трансформироваться в стручок с зарождающимися семенами зрел стручок у катасетума достаточно долго почти восемь месяцев практически ровно восемь месяцев 20 числах июля 2020 года было произведено опыление а в 20 числах февраля 2021 года стручок лопнул стручок вырастает очень большой и очень толстый все время было удивительно как он не переворачивает горшок с морковкой то есть вот в конце февраля стручок лопнул как только стручок лопнул я начала производить посев сразу скажу среду я не варила сама среду я купила готовую заказала себе и мне нужно было только проварить ее в дистиллированной воде перед использованием долго думала какую тару использовать для посева и тут мне коллега подсказала про бутылочки аптечные из-под фурацелина и прочих смесей скупила весь фурацелин в округе и стала сеять в эти баночки вы видите сколько семян в стручке кота сетума они очень маленькие они как пыль готовясь к посеву я пересмотрела на youtube видео о посеве семян фалинопсисов и также искала в сети информацию конкретно про посев семян кота сетума естественно никакой информации о посеве семян кота сетума в домашних условиях я не нашла но нашла информацию о том что семена кота сетума очень не любят перекись а при посеве семена обычно стерилизуют именно в перекиси поэтому для стерилизации я использовала и перекись и хлоргексидин на всякий случай бутылочки стерилизовала в микроволновке налив в них воды используемое приспособление для посева стерилизовала вот так вот в кипящей воде и посев производила над паром посев мне дался сложно сразу скажу почему-то у меня не набиралась пипетку жидкость семенами то есть жидкость набиралась семена оставались в пузырьке не могла я разболтать семена в пипетке они постоянно были где-то наверху то есть вроде разболтала все все семена по всему объему жидкости начинаю капать у меня капает одна жидкость а все семена сбились наверх очень была такая нервная посадка даже 2 что я производила два посева первый посев я произвела сразу в день когда приготовила среду 22 февраля 21 года засеяла несколько баночек и через неделю в баночке которые отстоялись неделю и не покрылись плесенью произвела второй посев из первого посева выжила только одна баночка все остальные за неделю покрылись плесенью на второй посев у меня было две баночки засеяно потому что остальные баночки они тоже пока отстаивались покрылись плесенью при этом в баночке которая была с первого посева сразу же образовалась какое-то белое пятнышко которое не росло зато в баночке со второго посева уже в апреле 2021 года появились всходы сказать что я была счастлива это не сказать ничего я не ожидала что у меня получится а летом 2021 года появились всходы во фласке с первого посева в которой была белая пятнышка не пойми чего я ее не выкидывала просто потому что мне было интересно что же будет и вот в ней появились вот такие вот непонятные длинненькие тянущиеся сеянцы которых я называла травкой в первой фласке очень хорошо активно росли сеянцы он вы видите там даже было такое ощущение что они дали бутончики во второй росла вот такая непонятная травка и вот в этом году я вскрыла первую фласку в которой были большие сеянцы в феврале 22 года вскрывалась очень тяжело оказалось что эти пузырьки из под фурацелина они имеют очень толстое стекло у меня муж больше полутора часов ее разбивал стекло не билось а сильно молотком ударить то нельзя потому что сеянцы повредятся а после этого еще час-полтора я выбирала оттуда мелкие осколки то есть очень долго мы вскрывали фласку на это у нас ушло около трех часов и за время такого долгого вскрытия фласки естественно сеянцы пострадали они начали засыхать моменту как я все это очистила как муж разбил фласку я очистила от стекол очистила от остатков среды у сеянцев начали подсыхать листики то есть вот вы уже видите я их извлекла посадила и у них у всех листики чуть подсыхающие изначально я их поставила в тепличку поставила их в тепличку в канистру и сверху прикрыла пакет пакетом с дырочками возможно это было неправильно но так как был февраль месяц очень сухо дома в общем сеянцы в этой тепличке достаточно быстро начали гнить возможно это потому что они долго извлекались из фласки изначально были уже ослабленными потихоньку они кто-то засыхал кто-то гнил и в итоге из двух таких вот горшочков полулитровых сеянцев у меня выжило всего две штуки всего две но я и этим двум штукам была несказанно рада потому что я боялась на самом деле что они помрут все вот один из выживших тонкая палочка усовшая сверху на которой в один прекрасный момент я увидела растущую почку поливала я их капельно из шприца и также капельная им давала удобрения то есть буквально вот миллилитр удобрения на эти два сеянца то есть пол миллилитра около одного сеянца полмиллилитра около другого сеянца вот так у меня рос мой первый выживший сеянец маленькая палочка с ростиком с листиками второй дольше сидел ничего не растил но и не погибал и в какой-то момент у него тоже я увидела что набухли сразу две почки вот одну немножко видно на фото вторая с другой стороны а потом я сквозь стенку горшка внутри увидела что-то такое непонятное думала корень начала раскапывать а это ростик у него же длинный получается палочка то длинная бульба это называть невозможно и там где-то с нижней почки у него пошел расти ростик я его раскопала это у меня первый крупно-крупненький хорошо растущий а вот ростик тут если видите у него погрызенные листики грешу на почвенных клещиков они были замечены на грунте но они говорят не должны вроде как бы грызть но вот его погрызли вот в один прекрасный момент померла материнская палочка с двумя вот такими крошечными ростками я решила их пересадить снять то есть один был это тот который покрупнее который вырос снизу у которого листики погрызены клещиком почвенным а вот это второй который рос сбоку у него считаете вообще корня то практически нету я их посадила в тот же горшок в тот же мог просто ну как посадила засунула в мох будем называть вещи своими именами к видите на фото тут среди зеленого мха еле-еле различимы эти два маленьких листика которые оказались во мху и вот второй его видно уже чуть побольше потому что он сам чуть-чуть покрупнее на удивление они оба прижились они оба прижились и продолжили расти несмотря на то что потеряли свою материнскую палочку но справились и в июле этого года я размыла вторую фласку не стали мы ее бить но так как тут сеянцы травка они спокойно вытащились через горлышко соответственно извлекались они недолго многие я пополам переломила потому что они длинные и были у них ростики и снизу и на середине бульбы и вот так я их посадила без всяких тепличек уже так как лето так как и так хорошая высокая влажность и они у меня чуть-чуть фу практически без выпадов то есть если из первой фласки у меня погибли практически все то есть второй фласки у меня все после перес по после извлечения и посадки наоборот начали активно расти вот такое первое мое видео о моих сеянцах дальше обязательно расскажу как они будут развиваться и расти всем спасибо за внимание до новых встреч пока пока